Здравствуй, Верхнекамье! Начнем с темы краевого уровня. В больнице Прикамье поступили новые санитарные машины. В 11 метр организации Пермского края передали 45 автомобилей УАЗ-3962 с механической коробкой передач. Автомобили хорошо приспособлены для дорог любого качества. Их распределят по территориям Прикамья в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Больницы Верхнекамья тоже пополнились новым транспортом. 10 новых машин в Березняках, 6 в Соликамске и 2 в Красновишерской больнице. С начала года поступило 82 новых автомобиля. Всего за год планируется пополнить автопарки Прикамья на 180 новых машин. А в Яеве жители продолжают бороться с жилищными проблемами. Несколько месяцев в подвале по улице Юбилейная затоп. Бонусом – ужасный запах на всю округу. 13 июля жильцам ответили, что подвал затоплен из-за ненормативной работы канализации. В адрес ресурсоснабжающей организации Яевинский жилкомсервис было направлено письмо с требованием устранить неполадки. Срок был до 27 июля 2022 года. Однако этот день позади, а подвал так и не очищен. Жители отправили письмо в администрацию губернатора Пермского края. Завершим позитивными новостями. В Губахе прошел обучающий семинар по инициативному бюджетированию. Участники семинара смогли узнать, как привлечь граждан для участия в проектах местных инициатив, какие проводятся конкурсы проектов инициативного бюджетирования и какие нужно соблюдать требования. А также познакомились с лучшими практиками реализации инициативного бюджетирования в Губахе. Напомним, в этом году в округе появились две новых детских и одна спортивная площадка. А также отремонтировали дороги в поселке Парма. Рубрику «Верхниками» сегодня подготовил Евгений Казанцев.